здесь здесь такая атмосфера как наверное такое тащение как будто гуляем на в днх большие парки очень огромные здания и очень много цветов и зелени молодцы китайцы поэтому я думаю по душе вы действительно близки к русским по кайфу еще даже полдня не прошло уже 6000 шагов сделали продолжаем гимнастику вот тоже красивая площадь с видом на даунтаун да реально это действительно город будущего о девчонки клип снимают и просто репетирует крутая группа вы обратите внимание как чисто все настолько прекрасно даже очень сложно к чему-то придраться вот атмосфера вот эта энергетика города просто на высочайшем уровне насколько китайцы могут быть крутые впечатляет красиво подбревает все везде красиво а фиген не вид Так, с этой стороны пойдем. Вот таких вот больших стеклянных зданий очень много в Токио, именно в такой композиции буквой P и буквой H. Ребята, напишите в комментарии ваши общие впечатления от Шанхая. У меня, конечно, просто сводит с ума голову от красоты, от глобальности, от того, насколько большой город, насколько его круто сделали. Есть старая версия города, есть новая, урбанистическая. В общем, полный каскад эмоций здесь можно получить. Но посмотрите, особенно, насколько чисто. То есть, несмотря на всякие мелкие листочки, здесь просто чисто, ни одной бутылки. Ничего тут не валяется, просто так. Круто. Да еще и, знаете, самое главное, что с погодой повезло. И еще здесь, конечно, контроль, видеоконтроль. Просто сумасшедший парайв. Большой брат не спит. Конкретно не спит. Круто. Просто нереально круто. Почему у него столько номеров? Странно. Так, зеленый. Итак, друзья, мы прогуливаемся по Сенчери Авеню. Это такая улица, похожая на Новый Арбат, но без магазинчиков. Такой больше, как деловой центр Шанхая. Такая жирательная. Сейчас-ка из столов какая-то. Посмотрим, что там в соседнем есть. Я вроде не голодный, но... Хочу просто что-нибудь легкого взять, да и вообще посидеть. Главное, чтобы сидушки были. А это что за дерьмо такое? Может, у них тут десерт есть какой-нибудь интересный? Сейчас что-нибудь выберем. Гот. Офигенный, кстати, апельсиновый сок за 12 лен. Два доллара где-то получилось. То есть получается 6,5 иен. Да, 6,5 иен это доллар где-то. 6, да, 6,50. Кстати, я только обратил внимание, какие прикольные у них стаканчики. То есть здесь вы можете пить напрямую из стакана. Либо закрыть отверстие. Либо открыть вот эту штучку сюда, чтобы не потерять. Либо можно из трубки. Устаем трубочку и просто тыкаем вот сюда. Очень круто. Молодцы китайцы. Я решил немножко уйти от делового центра. Нашел более такую оживленную улицу, где уже появились магазинчики. Хочется где-нибудь что-нибудь прикольное найти. Может быть, даже в старый город еще раз вернуться. Там много интересного продают. Вот. Ну а так пройдемся по более такой движевой улице, которая называется Донгфан Роуд. Это уже такая прям Тверская. Тверская улица. Мы уже вот прям рядом с даунтауном. Попробуем по ней пройти. Что там интересного будет у нас? Очень прикольные дороги у них, конечно. Везде велики. Чистота. Кстати, вот если заметьте, то очень много еды. У них ресторан, 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 еда, 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 ресторан, ресторан, еда, еда, еда. Особо сервисов нету там. Если в Таиланде было там массаж, магазин, сумки, еда, массаж, магазин, сумки, еще что-то там, еда. То тут только еда, 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 еда. Хорошо. Мы уже скоро подойдем в центр города. Так. Вот я выпил сок. А теперь вопрос. Где я могу выкинуть его? Хоть тут и чисто, и прекрасно, но где я его могу выкинуть? Или мне придется его домой нести, выкидывать дома? Интересненько. Нашел. И опять эта красная будка. Кто-то даже разбивал стекло в ней. Ух ты. Так, здесь у нас какой-то еще центр деловой. Магазинчики. Тут поживее стало уже. Уже на каждом углу движуха. Торговый центр европейский. Интересный дом. Тут у каждого окна хоть и окна такие засратые, но зато у каждого окна есть цветочек лумба. Симпатично. Дешево, сердито. Ладно, идем дальше, смотрим. Я вот думаю, стоит будет в Макдональдсе попробовать бургер. Просто оценить качество. Потому что я помню, какой в Москве, я помню, какой в Америке. Интересно, как они готовят здесь его. Ну, только когда проголодаюсь уже. Вот, вопрос, а идея опять. Какие-то прилавки. Еда. Еда. О, сейчас узнаем, что у них тут продается. Начала, магазин нормальный. А вот тоже недалеко от центра такой. Little China. Такой типичный китайский квартал. С небольшими домиками. И вот реальная жизнь китайцев. То, как они ее видят. Смотрите. В комплексе идут такие небольшие пятиэтажки. И куча, куча, куча маркетов. И посмотрите, в основном это еда. Еда, 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 еда. Еда, 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 еда. Все еда. Ух ты, какая прикольная. Тачки у них, кстати, тут вообще неплохие. В основном это электро или гибриды. Вот так вот выглядит. Это внутренняя жизнь китайцев в Великом Шанхае. Есть большие деловые районы. Есть маленькие такие, как вот этот. Но все это находится в центре. Я думаю, тут жилье, конечно же, дешевле. Для возможности проживать рядом с работой. В каких-то деловых центрах люди, которые не очень много зарабатывают. И вот дальше видно уже подороже. Такие серьезные элитные кварталы с элитными многоэтажками. Девушки отдыхают. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Курят китайцы Классные места здесь Капка-мулочка Вот здесь живут люди побогаче Ну а здесь уже такое Беверли-Хиллз Резиденция вот Неплохая Сколько тут этажей? 50, наверное Да, какой-то гарден Небольшая парковая зона здесь Мы уже приближаемся к набережной Посмотрим, как лучше будет добраться на ту сторону Сегодня есть еще много мест, куда можно сходить будет Сейчас выберем, куда лучше Вот она набережная Мы наконец-то до нее добрались Это было очень круто Посмотреть Центр Шанхая С другого конца Нельзя на электрических мопедах гонять Ой, сейчас на лавочку присесть бы Сикарно Было бы Столько мы уже прошли за сегодня А еще целый день впереди Добро пожаловать в Шанхай Крутяк Крутяк Ребятки Вот один из прогулочных кораблей Называется Чуан Занг Файв Выглядит как ресторан Скорее всего там можно мероприятие проводить Под заказ в общем Но выглядит неплохо Почти как московская ривьера Сегодня воскресенье Достаточно тихо И прекрасно Добро пожаловать в Шанхай Добро пожаловать в Шанхай Сегодня какой-то интересный день Короче на фэри Чтобы поехать Тут байкеры Тут все Может по воскресеньям можно на байках Интересно Интересно Добро пожаловать в Шанхай Приехал Приехал Хорошо Сегодня очередь делать никакой Нужно просто отдохнуть Ш間 Шикарно Шикарно Угу Вообще Все, я понял, это просто пор для байкеров, я не на тот сел, поэтому прогуляемся теперь по этой стороне. И погнали артисты, а мы идем гулять дальше. Шикардос вообще. Ребятки, а как вам такая дискотека на воде? Ничего себе. Прикольно. Сколько там этажей? Пять этажей? Тут можно мультисвадьбы делать. Скорее всего, для этого и предназначено, чтобы можно было всей семьей отдохнуть. Все 800 человек. Класс, вот он на фоне небоскребов смотрится шикарно. Где-то вот отсюда будет классная фотка. О, шикарно. Сейчас возвращаемся на ту самую прогулочную зону. Кому нужна, кстати, китайская невеста? Прикольно. Ну вот чем не Москва? Какой же подход ко всему. К чистоте, к масштабности. Просто... И к цветам, естественно, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это тут такое? Отель? Да. Ну это похоже на отель. Красивое место. Обслуга. Что тут еще? Ювелирочка за миллиард. Все как в Беверли Хиллз отеле. О, туалет. Вот это хорошая идея. Что, показать вам туалеты местные? Ой, так. Я уже один раз женский зашел. Ну, все симпатично, приватно. Дальше рекламная пауза. Местная булочная. Так. Вкусняшки всякие. Дорогие. Ладно, пойдем на улицу. Ну что, Шанхай. Сейчас движемся в парк. В местный парк. Не в зоопарк. Но он тоже привлекательное место, которое описано в основных достопримечательностях Шанхая. Кстати, перед тем, как попадем в парк, сейчас спросим у бабушки, почем семья. А бабуля-то не настоящая. Такая же приснится ночью. Кошмар. Так. Сладости, сладости. Давайте я вам покажу сладости. Сырые. Хотя, может быть, это просто сладкие. Приготовления. В основном это изюм, орехи. В различной смеси. Чаи. О, ти? Ти? Найс. Как вам такие статуэтки? Чем прикармливают тут китайцев? Осьминоги, сосиски. Боже, что они хавают? Просто всякие соусы. Ой, это, кстати, салат из фруктов. Крабы. Крабовое мясо. Это что такое? Какие-то тоже рептилии. Что-то с креветок делать. Какую-то дополнительную историю. Ой, это боюсь. О май гад. Ребят, жареные черепахи. Капец. Если бы моя семья это видела, просто был бы шок. Так, это, по-моему, голова утки. Тоже чья-то башка. Блин. Вот китайцы. Едят все, что движется, отвечаю. Так, различные супы. Супы. Супы, супы, супы. Это не нам интересно. А это что такое? Чаи. Короче, в столовке у них тут в огромном объеме. Еда это часть культуры Китая. Поэтому они очень много продают этой еды и употребляют Как говорится, ешь что захочешь. Так, что у них еще тут эксклюзивного есть? Мяско, мяско. Тяжелое мяско. Типа рыбы и свинины в одной куче. Кальмары. Кальмары. Все подряд. Салаты. Ладно, тут все понятно. В общем, с едой вообще никаких проблем нет. Да. Но все-таки я решил зайти в Макдак. Посмотреть вообще, как он у них работает здесь. Вот. Наверное, даже наличкой не заплатить. Опять какие-то трендовые магазины. Что тут они продают? Мух каких-то продают сушеных. Крен знает, вообще не поймешь. ну что друзья вот мы пришли в парк еще одно место где интересно погулять он начинается вот с такого монумента памятника победителям войны освободителем китайского народа сейчас посмотрим насколько большой этот парк курящие китайцы кита местные авторитеты когда я вижу кстати вот эти вот телефонные будки вспоминаю фильм скоро скорл парлам главной роли когда он снимался там двухтысячных одна из его первых удачных успешных ролей вот а вот в этом году в номинации оскар лучшего актера дали брендану фрейзером который обогнал колена фарла забрал его мечту в себе в карман но я считаю заслуженно парил молодец тяжелой судьбой добился всего сам идеальный пример даже если у вас молодости не произойдут сбывшиеся мечты то это можно сделать уже и в 50 и в 60 лет когда уже удача улыбнется вот еще один монумент в парке что назначает интересно а я понял солдат несет раненого или погибшего солдата вытаскивает его я решил в итоге в парк не идти мне кажется достаточно скучный мероприятие как вы считаете погуляем чуть-чуть по улицам еще посмотрим что же для нас приготовил шанхай своей уникальной атмосфере какая-то очередь куда это люди собираются давайте посмотрим куда очередь вот такая прям на максималках ух ты интересно сейчас мы с той стороны обойдем реально очередь сумасшедшая просто куда-то не все стоят мне стало интересно рубля вот они модницы китайский парк-отель скорее всего там какой-то известный чувак раздает автограф сессию все ради прикола подойдем поближе не понимаю чё они там ловят это хавка какая-то капец народ стоит хавку какую-то просто я думал там блин элвис пресли воскрес они оказывается там за хавкой стоят так ну тут все в принципе понятно массаж массаж прикольно где массаж jouer массаж массажNO массаж до хера 198 иен это это 30 долларов массаж стоит здесь СПА Вот чуть-чуть стоит отойти от центральной улицы И вот мы увидим типичный Китай Я думаю, даже туда смысла нет идти Сейчас вернемся на центральную улицу Ну вот так вот, я думаю, вот эти провода Это все азиатская история Висящее белье Так, двигаемся туда-обратно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА